Руслан, доброе утро! В долгосрочном плане это более эффективно. Все, что нужно заработать, пара заработает, если они остались вместе. С другой стороны, те пары, которые достигли многое, потому что у одного из партнеров уже был задел какой-то, они потом проводят время в судах, деля это, недвижимость вычисляет, какая была приобретена в браке, какая не приобретена. То есть, смотрите, какой брак считается более счастливым? Тот, который построен на искренних отношениях. На самом деле, это разные виды брака, это все браки, на самом деле, брак по расчету, это вид брака. Его просто очень важно правильно назвать. Что происходит, он называется брак партнерства. То есть, это брак несокровенной отношения родственных душ. Это брак партнерства. У него есть свои правила для того, чтобы он уцелел. И одно из правил – это отсутствие полной близости. Партнерство не предполагает полной близости. Здесь есть один риск. Будет работать все. Ипотека будет выплачиваться, бизнес будет работать, и дети будут ходить в кушке. Единственное, что в партнерстве чего нет – это близости. Сокровенные близости и страсти. И этого может захотеться однажды, одному или обоим участникам. Из-за чего, поскольку уже тем не менее объявлено, что это у нас брак, придется искать вторую версию брака. То есть, страсть, порыв, глубина чувств, глубина вовлеченности. Не важно, какие изначально были. Это наша природа. Мы хотим этого. И тогда будет сложно. То, с чем обращаются к психологу и говорят, я этого человека люблю, и у нас дети, и… Но как больше, как понимаете, как вам сказать, как брата, что ли? Ну, то есть, показывается, что мы построили фигню. То есть, мы построили отношения, которые функционируют на уровне выплаты ипотек, увеличения жилоплощади и кружков для детей. Но на уровне страсти и глубины мы ничего не сделали. И думали, что мы этого не захотим. Блин, захотели. А почему раньше стерпится и слюбится? Потому что принцип был очень простой. Если мужчина может позаботиться и заработать, это довоенная схема, до 50-х годов, значит, тебе сильно повезло в браке. Сейчас женщины расстаются часто не потому, что выходит, разрушает брак, потому что она несчастлива. Так, ну, тоже войны нет, и муж зарабатывает, и все в порядке. А просто потому, что она хочет стать более счастливой. То есть, ну, как бы он мог бы работать, но хочется быть более счастливой. То есть, более счастливой, чем бабушка, если хотите. То есть, женщинам сейчас мало, чтобы мужчина просто зарабатывал. По какой причине? Ценность зарабатывающего мужчины, она упала за последние 50 лет. Стремительно упала. Почему? В том, что женщины тоже могут зарабатывать. И зарабатывать могут много. Мне приходит записка в Ижевске или в Калининграде о том, что, ну, хорошо, ваша лекция, все замечательно, мы согласны. Но что делать, если машина моего мужчины в пять раз дешевле моей? А что делать? Как жить? Да. А что делать? Что вы в этом случае советуете? Нужно понять, что если ты хочешь отношений, партнерства, это вид брака, назовем его так, что несколько уровней брака, согласно знанию, то тогда не дергайся насчет эмоций, глубины, переживаний. Прими это, закрепись на этом, что тебя устраивает брак, который психологи называют партнеры по сцене, сейчас, современно. Но если ты хочешь глубины, переживаний, тепла, эмоций, настоящей близости, в том числе сексуальной близости, настоящей, с эмоциональной вовлеченностью, а не просто мой супружеский дом, тогда ты эту схему должна немножко упростить свою или поправки сделать. То есть невозможно и то, и другое в одном пакете, или, по крайней мере, в одно время. То есть либо это сейчас отношения, которые со временем приводят к определенному успеху семьи, росту, и муж с вдохновением, любовью, жены поднимается на тот уровень, который они хотят дома, и в процессе узнают, что не так сильно им нужен был этот мега-уровень, оказалось, что есть вещи ценнее, либо прими то, что ты приняла, что у нас здесь в основном на квадратные метры, и в основном на достижения и так далее. Вы знаете, в течение всей беседы, вот у меня вопрос, я как человек, который жестко прямо голосует за любовь, за семью, за такую самую задачу. Кто-то должен. Да. Если спустя вот такое большое количество лет, не знаю, 15-20, они понимают, что, ну, страсть она была когда-то, но сейчас она подугасла, ее реально вернуть? Потому что, во-первых, уже годы прошли, и уже как бы и организм-то, в общем-то, не тот. Ой, Андрюшка! Не про себя, конечно, я про квадрат знакомого. Да, 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 как это обычно было, квадрат у знакомого. Это реально? И как это сделать? Это реально, но надо понимать, что опыта такого нет, это совершенно новая технология. Почему? Потому что раньше те же самые вот пары, о которых вы говорите, прожившие всю жизнь, выйдя замуж через месяц после знакомства, им не был необходим этот, эти механизмы, да, не нужны были эти технологии, потому что принципы надежности брака базировались совсем на другом, да, на порядочной способности зарабатывать, прокормить и так далее. Сейчас люди ищут других совсем вещей. Женщина ищет романтических отношений, вовлеченности мужчины в свои чувства, чего не делали 100% женщины, выходившие замуж, просто за работящего, за крепкого, за порядочного, за хорошего, позитивного. И мужчина ищет женщину, которая бы вдохновляла бы его на успех, потому что мир более агрессивен в плане успеха мужчины. Напряжение больше, конкуренция больше, и мужчине мало просто общего понимания, что нужно прокормить семью. Ему нужна женщина, которая бы вдохновляла его выжить, просто выжить, чтобы она давала силы мне выжить в этой жесткой конкурентной борьбе, в этом интенсиве. Мне нужно больше эмоциональных сил от моей женщины, чем нужно было бабушке или пребабушке. Да, и то есть если она будет его продолжать вдохновлять, и появится как раз эта самая страсть и новые эмоции. Разумеется, конечно, и мужчина, но и мужчина становится привлекательным для женщины, когда он более успешен, верно? Дорогие тюменки, я надеюсь, все сейчас услышали, как нужно вести со своим мужем. Конечно же, нужно выходить... Нет, мы не можем сейчас с тобой принять, понимаешь, решение. Нет, да, вот, наверное, не стоит. Конечно, исходя из нашей беседы, я думаю, каждый сделал выводы сам. То есть есть одна позиция, брак по расчету, она имеет место быть, вы это поняли. Имеет место быть и право на жизнь, просто нужно знать, что смешение невозможно. И там есть определенные правила игры просто. Их надо соблюдать. Конечно, а есть брак по любви, и там тоже есть правила игры. И ограничения свои, и определенные, как бы, эффективные. Какую игру выберете, вы это уже решаете. Спасибо большое, Руслан, всего хорошего, до свидания. Спасибо, всего хорошего.